Кухня ЖКХ Выбор таких программ уже велик. Это означает, что рынок есть. И если дом пожелает заняться онлайн-голосованием, они могут прийти в эту программу. Они бесплатны. Ну и на крайний случай мы заходим в ГИС. Если дом сидит на компьютерах, тогда это не проблема. Бывают разные люди, бывает, что не любят они это. Тогда надо просто наделить правами администратора собрание по приему бумажной формы протокола. Протокол будет формироваться уже в электронном виде. Он будет передаваться в ГЖИ тоже в электронном виде. Кажется, что это удобно, но почему мы продолжаем проводить собрание в подъездах? Вряд ли, потому что очень скучаем по живому общению с соседями. Должны быть созданы суперусловия. Я зашла в телефон, меня кто-то идентифицировал. Государство, система. Я проголосовала, и меня еще раз идентифицировали, что это я. Сейчас не так. Я в телефоне не проголосую. Я проголосую только на компьютере, в лучшем случае на планшете. Это уже препятствие. Второе. А я доверяю этой программе? Госуслугам, наверное, надо доверять. А если мне предлагают другую программу? Плюс у нас стоит очень остро проблема реестра собственников. Я могу десятилетиями не стремиться зарегистрировать свое имущество. И мне за это ничего не будет. Я не участвую в общем собрании. И самое главное, что из-за таких людей никогда не бывает высокого кворума. Или у меня две квартиры в одном доме. Я буду голосовать в одной квартире за, в другой против. Как считать, я же одно лицо решается пока локально на общем собрании. Что мы думаем в будущем? Когда будет принят закон о проведении общих собраний в форме конференции, вопросов станет поменьше. Еще вариант. Создать условия, куда человеку было бы комфортно прийти и заявить свои полномочия. Мамы, папы, попечителя, представителя по доверенности. Если будет место, куда мне будет удобно приходить, если будут в виртуальном мире подтверждающие вещи, тогда это будет все летать, и нам будет это очень удобно. Но кроме техники и законов есть самое важное условие – наша заинтересованность в том, чтобы красиво и чисто было не только в квартире. Потому что мы отвечаем и за то, что называется общим имуществом. Если оно вам безразлично, конечно, не будет ничего хорошего в вашем доме. Не может управляющая компания знать, а что мы чувствуем, что мы хотим. Сделать ту красоту, тот комфорт, внешний, внутренний комфорт, душевность. Управляющая компания «Актив Комфорт», которая поддерживает программу «Кухня ЖКХ», приглашает к сотрудничеству и взаимодействию всех жителей, заинтересованных в красоте, комфорте и душевности. Адрес – Роза Люксембург, 86В. Кухня ЖКХ